Бабушка в грибы ездила? Да. Данная сцепка была в ножницах. Слушайте, а что еще, до сих пор солярку сливают? Ну, к сожалению, да. Запотевание Картера, ну, легкое есть. They're good, вся машина в приборе. Можем видеть, в чем слабее кабины DAF. Слушайте, ну что, господа, в дальнобой? Всем привет, это АВБА. Это будет не совсем обычный выпуск с подбором авто, потому что мы решили посмотреть больше груза, а именно седельные тягачи. В этом вопросе мне будет помогать Дмитрий из компании NDS Car. Здравствуйте, Дмитрий. Для осмотра мы выбрали Scania и DAF, такие наиболее популярные и востребованные марки. Да, с точки зрения ремонтопригодности эти машины проще, нежели другие бренды. И с точки зрения расходных материалов и запчасти для ремонта проблем особых нет. Мысль такая. Мы посмотрим машины посвежее. Ну, как, я имею в виду 16-го, 17-го годов и постарше 7-го и 8-го. Вообще, это наше первое такое видео. Считайте эксперимент, поэтому в конце нам обязательно напишите, как вам зашло или нет. Ну, а мы, наверное, начнем. Начнем постарше с машины. У нас есть объявка Scania 2008-го года, R-серия. Понятно, я так понимаю, что в основном все R-серию смотрят. Базовые характеристики. Восьмой год, 12 литров объем, дизель, автомат, колесная формула 4х2, 1 миллион 500 тысяч километров пробега. Так, ну, что у нас еще из важных характеристик? Мега, да, это высота профиля шины. По сути, да, это просто профиль шины для того, чтобы под европейские рамки автомобили проходили. Стандарт 4,4,10 по высоте кабина. Ну, и цепка сама. Ну что, по цене 26 тысяч. Что здесь имеется в виду? Сидельный тягач продается вместе с полуприцепом, то есть вся сцепка. И эта цена указана уже с НДС. Ну, тоже важно иметь в виду, когда сравниваете цены. Сразу видно, что заводской гермет заложен, швы заводские. Потому что, если где-то какие-то ремонтные работы кузовные осуществляли, соответственно, будет видно, что герметик не заводской, швы будут неравномерные, кривые там, с элементами ремонта, шпаклевания и так далее. Визуальный осмотр на предмет течи. Мы на каждой головках смотрим, да. Состояние там жгуты проводов, опять же, подсекание, запотевание какие-то масляные. Вот вам вопрос. Как вы думаете, сколько в этот двигатель нужно доливать масла на 10 тысяч? Вы пока пишите свои варианты, а я озвучиваю правильный ответ. Двигатель откапитален. Да, мы как раз разговаривали с владельцем, доливают полтора литра на 10 тысяч. Ну, так, в принципе, удивительно было. Удивительно мало. Да-да-да. Причем многое зависит от качества масла, опять же, как с нами поделились. То есть, если это проверенный бренд, то, да, полтора литра. Если уже, да, качество похуже, масло подешевле, соответственно, этот объем увеличивается. Да. Если масло попадало плохое, то угар начинался с 20 тысяч, и доливы начинались, ну, 2-3 литра на 10 тысяч. И на сканерах хорошо видно, помимо масляного фильтра стоит центрифуга. Ага. Когда ее разбираешь, если масло качественное, то там, ну, мелкая пленка, которую ветошью вытерл и все убрал. А если масло плохого качества, начинается угар, там, получается, чуть ли не по полсантиметра шпателем снимаешь. На данной сцепке около трех лет назад тоже выполнялись ремонтные работы по двигателю. Все стандартные работы. То бишь, опять замена гильз, поршневые кольца, вкладыши, все прокладки по мотору, электромагнитные колпана, топливный насос, ремонт всех шести голов. А какой здесь интервал замены? Ну, на данной сцепке замена масла осуществляется через каждые 60 тысяч. Полный объем масла при замене составляет порядка 40 литров. На данной сцепке у нас заменены аккумуляторные батареи. Здесь стоит гелевый. Это лучше, да? Да, это лучше, потому как из-за вибраций, из-за поразительной тряски, обычные свинцовые аккумуляторные батареи обсыпаются пластины. Что тут мы имеем? Тут вообще на Vue, 38-я неделя 2021 года. Новая шинка стоит тоже 2020 год. Середина, 34-я неделя 2020 года. По шинам тоже все хорошо. Новый фонарик задний. Раздубатили, видно, что новенький стоит. Смотрим, оценим состояние задних пневмобалонов, чтобы визуально все было и без трещин, надрывов и так далее. А пневмобалоны, рулевое управление, картер сухой в данном автомобиле. Течи из-за посевания, ничего этого не обнаружено. Не бито, не крашено бабушка в грибы ездила. Точно не бито, не крашено. Бабушка в грибы ездила? Да. Ясно. Данная сцепка была в ножницах. Это видно по левому обсекателю. Ее сложило, поэтому он с заломом, в принципе, визуально. Никто его продается, это не скрывает. Это все видно по кабине. В занос может уйти или налет попал, занесло. И вот это вот, когда голова относительно полуприцепа складывается, нравится ножниц. Вот то, что мы говорили, вот здесь подснять, вот именно где был залом пошел, из-за чего теперь он стоит криво. Ну, тут ничего критичного. Сколики, все абсолютно стандартное и обычное. Ну, тут даже видно, что, естественно, обсекатель передний весь крашен, крашен так. Средний уровень покраски. Я уже как легковым не буду соотносить. Потому что тут ссорность, кратерность, это самое, апельсиновая корка. Следоремонт обтекателя, опять же. Опять же, на стыках, соприкосновениях, небольшие очаги коррозии здесь у нас имеется, опять же, в стандартных местах. Если вы сталкивались с покупкой и осмотром таких машин, то, наверное, знаете, что все они находятся в работе. То есть нужно вот так вот приехать, подгадать между рейсами. Поэтому, вот видите, полотенечко висит, сушится. Учитывая год пробега, неплохое состояние. Чистые спальники, все для комфорта и удобства у водителя. Как в дороге, так и в стоянке. Холодильник, автономный отопитель, два спальника, мультимедиа, музыка, стандартное все. Освещение, кондиционирование, обогрев. Дмитрий, правильно я понимаю, что на этой скане и следующей, которую мы еще посмотрим, стоят трекеры, которые отслеживают и перемещение автомобиля. Естественно, сколько топлива доливается, сливается, если сливается. На всех современной технике трекеры ставятся, чтобы в режиме онлайн отслеживать и маршрут движения, остаток топлива, текущая скорость. То бишь, для теперешних реалий это норма стала. Слушайте, а что еще? До сих пор солярку сливают? К сожалению, да. Могут списать топливо, на простой дополнительный, то, что ночью грелись, а на самом деле не грелись. Ну, на самом деле, через трекеры все это можно увидеть. В целом, в общем, учитывая год и пробег, восьмой год, пробег около полутора миллионов километров пробега, оценен как на четвертую, крепкую, по принципальной системе. На этой же площадке нам предложили посмотреть еще одну сканию того же года. Они примерно одинаковые. Разница в типе коробки, в одном случае механика, а в другом автомат. У них даже пробеги идентичные. Если в первом, осматриваемом автомобиле, у нас было полтора миллиона пробега, а во второй порядка миллион четыреста семьдесят, по-моему, было пробега. Ну, тут в объявлении уже пишут, что был ремонт и двигателя, и коробки передач. Но, как я понимаю, когда мы говорим про седьмой, восьмой год, то с двигателем точно что-то делали. Скорее всего, это капремонт, а, возможно, стоит уже и контрактный движок. Да, абсолютно верно, потому что к таким пробегам уже ресурс оригинального мотора изнашивается полностью, поэтому были бы гильзования с полным капитальным ремонтом двигателя, либо, как вы сказали, контрактные моторы приобретаются с меньшими пробегами. Разница в чем? Разница в две с половиной тысячи долларов, потому что разные стоят полуприцепы. Мы сейчас их поподробнее вам покажем. Это отличается как и сами бренды, так и удобство эксплуатации именно с точки зрения водителя. Значит, если говорим о скане зеленой, сцепке дороже, потому что, во-первых, менялся полностью тент, он новый. Сзади идут ворота, а не тент, опять же, для удобства работы водителя. И удобство с точки зрения погрузки. Если тебе нужно погрузиться с правой стороны, расшнуровываться, правая сторона поднимается, загрузка осуществляется там. Левая – то же самое, делается все отдельно. Либо сзади. Тут тент старый, постарше будет, и, соответственно, если надо загружаться, то полностью расшнуровываешь всю фуру, и портально сдвигается весь тент целиком. Крыша и правый, левый борт. Поэтому с точки зрения удобства для водителя однозначно будет удобно работать именно на полу-принцепе, который у нас находится на зеленой скане. У нее одна ось подъемная на зеленой. При увеличении нагрузки 12 тонн и выше она автоматически опускается, что уменьшает расход топлива и не так убивается резиной. Соответственно, на сцепке с рыжей сканей у нас все три оси опущены. На зеленой сцепке у нас стоят мерседские оси. А на рыжей сканей кроновские. У них никаких критичных отличий от того, какой тип трансмиссии установлен автоматически либо механически, на сегодняшний день я считаю, что нет. Это не так, как в легковых. Раз легковая на автомате, то плюс тысячу добавляем. Тут так не работает. Ну, а что касается выбора, на первый взгляд, ну, он такой средний. Вот, к примеру, скани 2016-2017 годов по объявлениям мы нашли шесть штук. Но те, кто в теме, знают, что может такое быть, ты едешь по объявлению. Конкретно этой машины нет, потому что они все в работе. Она может быть в рейсе, либо ее уже продали. Мы с таким тоже сталкивались. Но вам предлагают посмотреть примерно такой же автомобиль. Все характеристики будут совпадать. Ну, и, по сути, это такая, как я поняла, стандартная практика. Да, да, да. Сейчас будем производить холодный пуск двигателя. А что смотрите? Запотевание картера. Ну, легкое есть. А сейчас проверим, там, где машина стояла, трактировала 10 минут. На том месте, есть ли течь. Потому что она стояла здесь. Ну, там, пару капель есть на холодную, когда пускали. На том месте, где сцепка стояла. В расширительный бачок смотрим. Состояние пневмобаллонов. Кабины, какое состояние. Например, подтеканий, сечей, запотеваний и так далее. Пыльничек уже рассохся немножечко. Зимний, летний режим открывает и закрывает заслоночку здесь. Дмитрий, в объявлении указано, что были ремонтные работы по мотору. Менялись гильзы, менялись кольца, все вкладыши по мотору. Ремонт всех шести головок блока цилиндров. Все направляющие, электромагнитные клапана, топливный насос. Такая полная ревизия мотора, чтобы машина могла работать дальше. Если это сделано, то, грубо говоря, в зависимости от условий эксплуатации, около полумиллиона, об этом можно не думать. Там, 700 тысяч, в зависимости от того, насколько тяжелые будут условия эксплуатации. Машины 10 тысяч на круг ездят. Алмата, Ташкент, когда на Москву, когда на Петербург. То есть работа разная, поэтому тут не угадаешь. Машина должна стоять готовая в любой момент выехать. Ли в Москву, либо в Алмату разницы не имеет. То есть полторы тысячи она проедет, или вот 10 тысяч, но она должна вернуться домой, чтобы не было эксцессов в дороге. Да, случались, были поломки. То есть с коней домой приезжают всегда практически. Дымности выхлопа не было замечено. Элементы подвески передней, задней нормальной. Состояние пневмобалон сзади в хорошем состоянии. Задние шины практически новые. Перед похуже, но тоже состояние хорошее. Булочка. Плюс параллельно смотрим год выпуска. В данном случае шина была выпущена 8-я неделя 2020 года. Состояние, в принципе, для грузовой техники очень хорошее. Боковой обтекрасить следы ремонта. Ну, это без этого никак в такой работе. Опять же, это все мелочи. Блокировка руля для удобства посадки и высадки, когда водитель находится в стоянке, чтобы руль не мешал. There good. Вся машина в приборе. Она не подкрашивалась, что ли? Ну, в заводе нет. Ну, передний обтекатель, естественно, перекрашивался. А сама кабина, весь металл в заводском исполнении. Очаги коррозии у нас всегда на видном месте. Вот технологический лючок, бардачок наружный. Тут по нижней кромке, где вода осекает, вот по кабине здесь небольшой очаг коррозии. Причем только с наружной стороны. Смотри, она не просматривается. Опять же, поверхностная коррозия на петлях наружных и на втыках открывания дверей. В принципе, аккуратненькие коврики, холодильничек. Там снизу дополнительно стоит тен на обогрев непосредственно кабины. Вот даже вот водитель тут себе отдельную направляющую, чтобы напрямую из тена гнало воздух тепло сюда. Это уже такой хендмейт водительский. Ну, в целом, в общем, опять же, для года состояние кабины, спальников, всего прочего. Ну, в целом, в общем, опять же, учитывая пробег, год и стоимость, то, что данная сцепка у нас идет практически по низу рынка, это нормальное состояние. Давайте на контрасте посмотрим посвежее сканию. У нас есть 2016 года, который мы можем посмотреть. Ну, это, кстати, вот ситуация. Ехали мы, собственно, за одной. Пока мы приехали, ее уже продали, поэтому мы смотрели другую. Давайте из базовых характеристик. Объем 12,7 литров, пробег 790 тысяч. Автомат продается как отдельно сидельный тягач, так и вся сцепка. Отдельно это 53 тысячи евро. Если вы еще покупаете с полупрецепом, то еще доплачиваете 22 тысячи евро. А вот, кстати, что интересно, на более свежие машины почему-то цену указывают в евро и озвучат. Ну, понятно, что расчет производится в белорусских рублях, цена с НДС, но, тем не менее, как факт. Чагов коррозии нет, все уровни техжидкости в норме, как охлаждающие, так и по маслу. Состояние пневмо-баллонов для кабины, состояние интеркулера. Все в очень хорошем состоянии, потому что пробег небольшой, 790 тысяч, 16-й год. Бортовик уже свой, который все показывает. По ошибкам ничего нет. Все хорошо. Все хорошо. Вся кабина в заводском окрасе. Без каких-либо нареканий, жучков, сколов пока еще нет. Проемы хорошие, чистые. Опять же, очагов коррозии не наблюдается. Все в нормах допуска. Состояние обтекателей, боковых, передних тоже. Все в хорошем состоянии. Немножко песочная передняя часть, но, учитывая год пробег, состояние значительно лучше. Машина 2016 года, поэтому даже винномер, который набивается на раме, он отлично сохранился, потому что машина с большим пробегом и более старшим. Он уже даже после консервации плохо считаем. Шины, подвеска в хорошем состоянии, все обслужено, подкрашены непосредственно сами колесные диски. Впереди у нас Гудьер стоит. На задней спарке у нас установлен кардиант. Состояние хорошее, шины свежие, 20-го года, без следов ремонта либо грыж. Тоже в хорошем состоянии. Свето-оптика мы проверяли в хорошем состоянии. Баки не варены. Это тяжело? Так, слушайте. Нет, я это сделаю. Ну что, ваши ставки. Пишите в комментариях, получится или нет. Как вы это делаете? Держите. Держите, держите. Слушайте, ну что, господа, в дальнобой? Так, ладно. Кабино прокинули, пойдем колесо теперь поменять. По состоянию слуха, подсеканий нет. Нет, ремонтные работы по данному двигателю не производились. По турбине тоже. Трансмиссия тоже только обслуживалась. Дмитрий, вопрос, сколько еще двигатель проходит без ремонта? Ну, в данном случае все зависит от интервала обслуживания раз и от того, какие ГСМ применяются. На данной сцепке у нас применяется, согласно допусков завода-производителя, по скане масло моторное заливается либо Шелл 10В40, либо Мобилл 10В40. Вот, если говорить о качестве топлива, то регламент прописан самой компанией, на каких заправках могут заправляться. Ну, то есть, соответственно, здесь подключен GPS-мониторинг, да, стоят трекеры? Да, дополнительно, абсолютно верно, да, стоят GPS-трекеры в режиме онлайн. Всегда можно отслеживать, где на какой заправке машина каким топливом заправлялась. И автоматически система подтягивает ведомость, в которой видно, в каком количестве, какое топливо и в какой точке было заправлено в данный автомобиль. Дмитрий, ну не так просто же увеличили вот этот вот интервал замены масла, а специально эту тему изучали, исследовали, как я поняла, из наших таких закадровых разговоров. Да, да. Ну, в данном случае представители компаний по продаже масел, на которых, которые заливаются в данный автомобиль, приезжали независимые представители и брали контрольные заборы на достижение определенного пробега. В лаборатории проводились исследования, и они видели, что все необходимые присадки в масле остаются, масло работает. Было принято решение увеличить интервал замены масла на 70 тысяч километров пробега. Вот именно при этой цифре масло сохраняет все свои присадки и находится в температурных режимах. Ну и что интересно, здесь по регламенту каждые 300 тысяч километров осуществляется регулировка клапанных зазоров. Ну что, мой челлендж продолжается, теперь кабину нужно опустить. В общем, все для вас. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Это лучшая мотивация даже участвовать в таких нестандартных работах. Подождите, а давайте я ее тогда уже опущу. Сейчас. А, все, опустилось, класс! Все, опять же, стандартно у нас. Кондиционер, радио, тахограф. Рассу дополнительно ставили, дополнительно установился NGPS-трекер на автомобиль. Опять же, два спальных места, холодильник, автономный отопитель салона. Я так понимаю, что все, что дополнительно устанавливалось, там, рация, например, GPS-навигация, датчик уровня топлива, это все бонусом и достанется уже будущему покупателю. Хотя, вот я смотрю, рацию уже сняли. Ну, в данном случае, может, у покупателя есть своя рация, поэтому вот на данном автомобиле она демонтирована. Но в большинстве случаев, конечно, вся необходимая атрибутика для передвижения продается новому собственнику-покупателю. Здесь нестандартный полуприцеп на 100 кубов, что больше обычно, но заказчик обычно что хочет, загрузить побольше груза. И для этих целей здесь два уровня петель. Вот здесь вот можно нащупать второй уровень. Если груз высокий, соответственно, крышу немножко поднимается. Здесь стоят усиленные новые СИСАФ, дисковая тормозная система и производитель тормозной системы фирмы ВАПКУ. Ну, знаете, мне кажется, что среди тех, кто уже в этом бизнесе, есть два лагеря. Кто-то всегда рассматривает, покупая Scania, кто-то DAF. Но, насколько я знаю, водители предпочитают как раз второй вариант, потому что кабина просторнее, соответственно, спальное место поудобнее, бак побольше. Есть, правда, свои минусы и недосчеты у DAF, скажем честно. Да, у DAF даже уже на 4-5-6 году эксплуатации начинаются очаги коррозии, естественно, по обтекателю переднему, по верхней кромке крыши, ну и проемы дверные. Уже на 5-м году уже надо делать локальный подкрас. А если мы говорим о возрастной технике, то там зачастую будет полный перекрас кабины, потому что много очагов коррозии. Ну вот как раз-таки мы сейчас и посмотрим, я так подозреваю, коррозию во всей красе. У нас есть DAF 2008 года, объем 12,6 на механике, пробег 1 миллион 336 тысяч, стоимость уже 34 тысячи долларов. Опять же, это стоимость всей сцепки вместе с НДС. На DAF и более охотно пересаживаются, чем на Scania, да? Почему-то DAF больше людям нравится. Ну, кабина, да, у DAF, а просторная кабина. Вот этот Морседэк стоит, что новый КамАЗ, кабина не подзнаковая. Понятно. У нас все стекла лобовые, блоковые, с моим моим Морседэком. Сейчас вот трудно найти водителей в Беларуси. Угу. То есть говоришь, Scania 2007-2008 год, люди начинают шарахаться. Хотя машина обслужена, живые, все в целом. Но все привыкли ездить новые. Каденция Европы испортила многих. Ну, никто не хочет сделать. Угу. И сейчас вот даже висит объявление о приеме на работу. Дай новую машину. А денег сколько предлагаете, если не секрет? Все по рынку. Все в целом одинаково. Это кабина крашеная. Ну, уже вижу. Уже вижу, да, причем. Местами есть. Есть уже даже и шпаклевание. Ближе к тысяче. То есть уже небольшие очи, где шпаклевание присутствуют. Оптика новенькая. Вот, вот тут даже все понятно. Также и здесь косметический окрас у нас. Ну, и то, о чем я говорил, что вот даже видно. Кромка нижней части кабины зацветает уже. Нижняя кромка дверей тоже зацветает. Сам район. Очаги коррозии видны здесь. Здесь. Это просто особенность 105-й серии дахов. Собственно, все повреждения, как говорится, налицо. Оптика передняя менялась. Она новенькой абсолютно стоит. Просто туманочка одна разбита. Ну, пескоструй, естественно, мы видим на машине все. От песочни в сколах. Отсутствует фрагмент решетки радиатора. Ну, опять же, обычные рабочие моменты. Ветровое стекло, естественно, в трещинах. Заменено. Стоит, конечно же, не оригинал. Стоит хук у нас 2018 года. Вот. Ну, уже тоже требуется замена, потому что он здесь в трещинах и сколах множественных. Ну, опять же, вот даже здесь мы можем видеть, в чем слабее кабины дахов. Потому что уже вот какие очаги мы видим. Потому что сам металл, сама покраска у дахов немножко всегда отличалась. И страдала кабина быстрее, нежели у других производителей. На данном автомобиле выполнялся ремонт трубокомпрессора. И где-то около года назад менялся двигатель. Потому что сначала сдали гильзование. Это не помогло. После этого был приобретен контрактный мотор с пробегом 650 тысяч. И был установлен вот этот автомобиль. По шинам переднего оси стоит 2021 год. Свежая, хорошая шина, без следов ремонта. Грышек, порезов. Ничего этого нет. Все хорошо. Большой бак по задним шинам у нас выпуск 2018 года. Но шину приобретали недавно. Это даже видно по протектору выпуск 2018. Но протектор в хорошем состоянии. По подвеске тоже после визуального осмотра. Состояние пневмобаллонов, тормозных дисков. Все в хорошем состоянии. В исправном, рабочем. По переду тоже осмотр рулевого управления. Рессорной части тоже никаких нареканий нет. Все хорошо, аккуратно. Тут у нас все хорошо. Если говорить именно о самом картере двигателя, сухой, без запотеваний и без течи. Ну, все для своих лет. Очень аккуратно, чисто. Кондиционер, освещение. По ошибкам ничего на панели нет. На данный момент пробег составляет порядка 1.336.000. Два спальника. Опять же холодильник. Под нижней лавкой у нас автономный отопитель кабины. Не хочет. Ну, все. Надо, чтобы меня снаружи открывали. Так, а что там с дверью? Ну, что-то вот деталька в руках у меня осталась, когда я открывал. Ну, и по правилам нашего сегодняшнего выпуска будем уже смотреть DAF 2017 года. И тут как раз таки интересно продолжить тему каразийной стойкости машины. В машине 5 лет. Я уверен, что мы что-то по ней однозначно найдем, потому что 5-летние DAF всегда радуются такими моментами. Ну, что, объем 13 литров, механика, пробег 684.613 километров. Стоимость сидельного тягача 54 евро. Если вы покупаете всю сцепку, то 72 тысячи евро. По классике для DAF кабин мы видим легкие очаги коррозии. Как обычно, на пятом году жизни начинаются уже некие коррозационные процессы. По всем основным узлам, агрегатам течи не выявлено. Подтеканий тоже. В частности, данный автомобиль с профилактического ремонта только сейчас приехал. Верхняя кромка крыши подкрашивалась, потому что на ней были множественные жуки. Ну, вот, собственно, 5 лет прошло, как вы и говорили, да, уже первые признаки коррозии. Да, ну, вот, прелести DAF таковы. На данном автомобиле менялось витровое стекло, потому что, по сути, это расходник на такой технике. На данном автомобиле установлен хук. Ну, что-то вот не могу никак, что-то фиксатор не срабатывает, не хочет дверь как-то. Ладно, будем держать ключом. Машина у нас практически вся в заводском исполнении. Ну, вот, ну, опять же, о чем мы и говорили. Вот уже сдуть окраски у нас. На нижней части даже визуально видно, я увидел маленький небольшой очаг локального подкраса на 200 микрон. Это чистая косметика, его даже можно заметить и без прибора. Вот вся остальная кабина у нас в заводском окрасе. По состоянию подвески рулевого, по тормозам, значит, передняя ось шины у нас 20-го года. Состояние хорошее, без ремонтов. Рулевое управление все отлично. По задней части автомобиля на задней спарке шины 21-го года. В отличном состоянии. Состояние пневмобаллонов хорошее, без трещин. Тормозные диски также без проблем каких-либо. Стандартные, как всегда, управление у нас. Кондиционер, рация, музыка, тахограф, столики, холодильнички. Опять же, все во благо для хорошей работы и отдыха водителей. Но, как я понимаю, что касается дополнительного оборудования, типа GPS-навигации, рации, здесь все снимается. Как раз-таки мы разговаривали с продавцом за кадром. Поэтому в комплект не входит, бонусом не будет. Ну, в данном случае, да. То бишь, эти вещи... Ну, и сказали, что каждый водитель со своей рацией сам. Со своей рацией, свой канал и так далее. Поэтому, да, многие со своей рацией, соответственно, как договорятся. Ну, в данном случае, так. Дмитрий, что касается цены, сориентируйте, насколько они адекватны, ну, из тех, что мы посмотрели для этого рынка. Итого, по осмотрам, да. Скани, которые мы осмотрели, рыжие и зеленые, 2008 года, у нас идут практически по низу рынка. Если говорить про DAF 2008 года, что мы осмотрели, он идет практически по самому верху рынка. А в данном сегменте цены варьируют от 20, даже от 18 тысяч до 34-35 тысяч. Но я так понимаю, что DAFы подороже, а не всегда. Да, за счет того, что у них укроплена кабина, и как бы часть лагеря все-таки больше слоняется в пользу DAFов. Поэтому за счет этого и чуть более высока цена на данную технику. А свеженькие? Ну, более свежие. Если говорить о более свежих, то тут, конечно, как говорится, кто в лес, кто под рова. Потому что есть сцепки, которые продаются по стоимости около 110 тысяч долларов. Есть, которые продаются около 50 тысяч. Вы имеете в виду таких же годов? Да, аналогичные характеристики. Поэтому в данном случае Scania 2016 года и DAF 2017 года, то, что мы осмотрели, они ровненько находятся по центру рынка в ценовом сегменте. Если инфа в выпуске вам была полезна, ставьте лайк. А если посмотрели видео без подписки, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, потому что мы правда стараемся. Продолжение следует...